Клуб Дю! Привет, привет, ребята! Вы смотрите программу Клуб Дю! В эфире веселая, развлекательная и познавательная программа для детей. Букву Р не выговаривает, сказала в эфире. Для пап, мам, бабушек и дедушек. Объявляю торжественно, Клуб Детского Юмора открыт! Клуб Дю! Кончились рыбака черви, что делать? Нашел щепку, выцарапал на ней красный червяк. Прицепил на удочку, закинул. Почувствовал, тут же клюет. Рыбак принапрягся, тащит, тащит, а это бревно. И на нем написано «Огромный лещ». Девочка увидела беременную женщину и спрашивает, а что это у вас такое? Это мой ребеночек, отвечает будущая мама. А вы его любите? Заинтересовалась девочка. Очень люблю, улыбнулась мама. Тогда зачем же вы его съели? Возмутилась девочка. Стоит бабка с коровой, голосует, подъезжает к ней машина и спрашивает шоферу бабушке. Бабушка, а вам куда, в деревне? Я бы вас взял, но корову некуда. А вы, а ты ее, Милок, привяжи к бамперу. Она и побежит. Так и сделали. Едет шофер медленно, а корова бежит. Бабушка говорит шоферу, Милок, а ты едешь побыстрее, корова у меня быстро бегает. 75 километров в час бежит корова, 100 километров, бежит корова. Потом что-то смотрит шофер на корову, она стала левым глазом подмельгивать. Шофер испугался и спрашивает, бабушка, а что это ваша корова левым глазом подмельгивает? А это она, Милок, на огонь пошла. Мама звонит доктору. Доктор, помогите, мой ребенок проглотил ручку, что мне делать? Пока мы не приедем, пишите фломастерам. Сидят два человека в самолете. И первый очень боится самолетов, а второй ему говорит, Да ты что, ладно, не бойся, на земле больше аварий. Вот мой друг купил машину недавно, спокойно ехал и в первый же день на него самолет упал. Приходит психбольной в магазин и говорит, мне 200 литров молока, как вам, порезать или кусками? А мне все равно, я на велосипеде. Петька спрашивает Василию Ивановичу, кто такой дурак? Это тот, кто так выражается, что его никто понять не может. Понятно? Нет. Валочка приходит домой с синяком под глазом. Мама говорит, сколько раз я тебе говорила, перед тем, как влезть в драку, сосчитай до 100. Валочка ему в ответ. Как пока, я как дурак считал до 100. Валочка, Ванька мне врезал, потому что ему мало с папой велелись считать до 50. Клуб Дюк! И вот берешь детский юмор и добавляешь немножко анекдотов. Очень нравится мне путешествовать. Дядя Коля, не ругайте его, ему очень нравится путешествовать, а мне очень нравится приносить письма от кролика Дюк. Который очень любит путешествовать и писать письма. А нашим телевизителям нравится смотреть репортажи, которые я снимаю. Во время этих путешествий? Да. Ой, тебе что, камеру доверяют? Да, конечно. Конечно доверяют. А мне очень нравится объявлять эту замечательную рубрику, которая называется... Специальный репортаж. В клубе Прометей проходила веселая юморина. Никакая Марины, конечно, не пришла. Юморина это праздник смеха. Сначала дядя Клоун прочитал доклад. Все принцы ходили по болоту, чтобы поцеловать царевну лягушку. У них не было лыж, поэтому они ходили на газетку. Газетки очень шуршали, было очень весело. Все играли в кита, но никакого кита и не было. Когда кит уплыл, все стали играть в паучков. Начался настоящий паучок. Смысл игры я не поняла, но смеялась вместе со всеми. Жалко, что никто не упал. Только потом уже упали, когда веревка ослабла. Я была судьей и свистела в цветочек. Если бы я не свистнула, никто бы не побежал. Клоун дарил детям подарки. Это были матрешки и шоколадки. Дети играли со спичками, но со спичками играть нельзя. Наверное, внизу стояла пожарная машина. Сначала мальчики одели себе крабок на нос и решили, что они кролики. И одели потом, как у кролика, нос красный. А девочки хихикали. С Марком Евгеньевичем раздавали термомерты. И все мерили температуру. Слава богу, никто не заболел. Так было весело, что все шарики получились. Мы в этом клубе всегда отмечаем любые наши праздники. И Леонид Алимин, она всегда нам разрешает отметить любой праздник. И устроить, не знаю, какую-нибудь вечеринку. Ну, как бы вечеринку в утреннее время. Но это все благодаря Прометею. Потому что Леонид Алимин, который нам все это разрешает. Но мы все праздники вообще справляем тут в основном. Клоун пригласил девочку Машу сыграть в храбрую девочку. И сказал, что они не будут ее поднимать. А вообще-то они поднимали. И Маша испугалась. Потом она с высоты спрыгнула. Клоуну было тоже весело, пока Маша не спрыгнула ему на голову. Потом все победители конкурса стали фотографироваться на долгую память. И Марина была хорошей. Только жаль, что она проводится. И садим раз в год. Здравствуйте. Кто у меня родился? Ваша фамилия? Гондурас. Поздравляю вас. У вас родился мальчик. Сколько? Три пятьсот. Да нет проблем. Одна, две, три, пятьсот. Здравствуйте. Вы уже готовы заказать? Да, значит, нам маринованные слоновьи брови и на гарнир гречку. А слон по-африкански или по-индийски? Ну, в Африке я уже был. Давай по-индийски. Северный такой. Извините, пожалуйста, мы не можем выполнить ваш заказ. Тогда почему же? Нет гречки. Ладно. Тогда принеси пару сосисок. Сейчас. Пожалуйста. Приятного аппетита. Спасибо. Давайте. Ой, извини, мне в то горло попало. Ты чё, герло, в натуре в два горла жрёшь? Я нашла ваши 5 долларов. Оставьте их себе, за честность. Спасибо. Маруся, ты не видела мои часы Rolex? Видела, но оставила их себе, за честность. Дюшенька, расскажи нам, пожалуйста, о своих творческих планах. Наша передача влияет на учёбу и на успеваемую. Наша программа влияет на аппетит. Я знаю много кроликов, которые смотрели клубью, потом хорошо выучили, потом закончили университет и работают министрами. Какого направления? Я из-за кроличьего хозяйства. Вот как и бывает с теми, кто смотрит наши передачи. Я тоже хочу быть министром. Нет, по делам печати. Давай, Дюшенька, давай. Скоро! Увидимся! Скоро! Услышимся! До встречи, ребята! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок